Следующий момент, который такой тоже важный, важная составляющая часть нашего литературы, это образование через практику. Ну, всем уже, очень старая, очень давняя такая, вот я еще учился, нам, когда пришли на институт, ну, говорили, что мы сейчас пришли, вот забывайте все, что вы учили, откладывайте куда-то, сейчас мы у вас будем учить совершенно к другому. При этом наиболее, как бы, скажем так, внятные преподаватели говорят, ну, что вы думаете, вы идете из института, говорят, на завод, а я химик по образованию, и вам скажут так, забудьте все, что вы учились в институте, мы сейчас вас, там, тут работа, будем учить тому, как надо правильно это работать. Вполне, там, такая, очень широко распространенная штука. Почему это происходит? Потому что в образовании у нас сейчас, оно так-таки могло самоустроено, и, например, наша по-танецкой школы показывают, что это действительно так, потому что очень много проектов с этим связанных, с этим связанных, не включает современную практику, не включает взаимодействие, ну, например, если говорить про таких архитекторов, у них есть подразделения, конструкторы там, те, кто определяет внешний вид зданий, и они не соединяются до тех пор, пока 5 лет не проработают какого-нибудь правильного дома. Что мы получаем в итоге? Ну, очень затянуты вот эти школа, институт или завод, вот это все обучение, да, и это все происходит из-за того, что просто банально не хватает реальной практики. На самом деле, очень похоже на то, что любая реальная практика ведется через мастеров, ну, как говорят, на кончиках пальцев. Какие-то нюансы, которые очень тяжело записываются в книге, мануалы и так далее и тому подобное, теории. И вот мы совершенно четко, да, идем на то, чтобы контактировать с людьми, которые обладают реальной практикой, и тех людей, которые у нас более углубленно будут заниматься теми иными предметами, ну, например, интерактивным видео, да, давать им реальные, конкретные проекты, с реально конкретными результатами, связанные с реальными, конкретными мастерами в той области, в которой проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова